Танец Танец – это яркое, красочное творение народа, являющееся эмоциональным художественным отображением его многовековой, многообразной жизни. Народный танец всегда имеет ярко выраженную тему и идею, он всегда содержателен. В каждой области, в каждой местности возникали свои традиции, особенности, своя манера исполнения, свои танцы. В танце прежде всего присутствует радость, веселье, и не случайно в старинном русском словаре о сбуковании иностранных слов, перешедших в русский язык, рядом со словом «танец» расположено слово «лик» – лицо, образ, а также хор, собрание ликующих, поющих. Танцую – значит, ликую, пою душой, праздную, радуюсь, веселюсь. Танцами народ украшал свой быт, свою жизнь. Классифицируя русский народный танец, определяя его виды, мы берем за основу не приуроченность к определенным праздникам или временам года, а и хореографическую структуру, устойчивые хореографические признаки. Русский народный танец делится на два основных жанра – хоровод и пляска, которые, в свою очередь, состоят из различных видов, каждый из которых объединяет танцы с одинаковыми признаками и структурой исполнения. В жанре хоровода различают два вида – орнаментальные и игровые хороводы. Жанр пляски более разнообразен. Он состоит как из наиболее древних, традиционных видов, одиночная пляска парная, так и из видов сложившейся в русском танце и вошедших в быт русского человека в более позднее время – кадриль, олька и другие. В профессиональных и любительских коллективах возникли новые разновидности русского танца – хореографическая композиция, танцевальная сюита, хореографическая картина, вокально-хореографическая композиция. На основе ряда плясок возникли, наполненные новым содержанием, спортивные, кадрильные, матросские, солдатские и другие пляски. Для народного танца органическое единство содержания, характера движения, музыки и костюма является непременным условием. Женскую пляску отличают, как правило, плавность, величавость, благородство и задушевность. Однако часто женская пляска исполняется живо, с задором. В наше время она заметно усложнилась техническими граблями и вращениями, сохраняя в то же время мягкость и железненность. В различных областях России мужская и женская пляска демонстрируют зависимость от географического положения и климатических жизненных условий, а также характера труда. Северяне пляшут со свойствами им сдержанности. Одни пляски исполняются только в медленной темпе, другие – только в быстром. Но есть пляски, которые начинаются в медленном темпе, а заканчиваются в очень быстром. В каждой пляске есть свое содержание, сюжет. Особенно это соотносится к групповым пляскам. Пляски – зеркало души русского человека. Пляски – сложные танцевальные движения, колено, дисомации. Истинное их предназначение – создать образ, выразить характер русского человека. Пляски отличаются от кровоты более богатой и сложной лексикой, а мелодии ярко расцвечены акцентами и резко выражены активными. На основе плясовых и шуточных писем возникли в XIX веке новые своеобразные жанры русского песенного народного творчества, частушки и страдания. Для мужской пляски характерны широта, размах, сила, удаль, виртуозность, ловкость, юмор, внимание и уважение к партнерши. Пляской можно выражать различные состояния человека – бурное веселье, физическое настроение, насторг, любовь и другие. Пляски – это прежде всего радость, здоровье, сила. Это выход энергии пляжущего человека. Плясать можно доучиться, под старость не научишься. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова